Переходим к другим темам нашего выпуска. Снова пострадала от рук вандалов. В Петропавловске неизвестные раскрасили краской лицо скульптуры девочки Насти. Многие горожане узнали об этом из социальных сетей. О судьбе многострадального тинейджера расскажет Алена Подласова. Этой скульптуре не повезло уже во второй раз. До этого вандалы поиздевались на дне в 2013 году. Оставили девочку без ног. Тогда произведения Светланы Брютовой отреставрировали и вернули на прежнее место. И вот на днях история повторилась. На этот раз Насте обезобразили красками лицо. Первые фото на днях появились в соцсетях. В своих комментариях пользователи сети удивляются, как это могло случиться. Ведь полицейский пост находится в нескольких метрах от бедной Насти. Возмущенных оказалось немало не только в интернете, но и на улицах города. Это очень плохо. Это воспитание нашей молодежи. В принципе, кто это делает? Не взрослые, не пожилые же люди, молодежь. Это не очень красиво даже. Мне кажется, это вообще какое-то хамство. Бедная Настя находится поблизости с городским акиматом. И его сотрудники просто не могли не заметить того, что с ней сделали хулиганы. Сейчас принимаются меры для восстановления, реставрации этих скульптур. И вообще эти скульптуры по городу находятся часть на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства города Петропавловска. Кроме этих скульптур еще есть такие скульптуры, которые по мелочи немножко потеряли вид из-за природных условий. Также будут приниматься соответствующие меры по восстановлению, по краске и реставрации. Сейчас полицейские ищут хулиганов, испортивших скульптуру. По их словам, сделать это будет непросто. На этом участке нет видеокамер. По данному факту, была направлена опергруппа, был собран первоначальный материал по мелкому хулиганству, который предусматривает санкцию в виде штрафа либо ареста. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Фактов вандализма в Петропавловске немало. Доказательства тому разбитые фонари, сломанные урны, разобранные лавочки. Кстати, в городском парке такие есть почти на каждой аллее. Одни требуют ремонта, а другие и вовсе замены. Чтобы начать поиск правонарушителей, говорят полицейские, необходимы заявления от граждан. А пока их нет, вандалов никто не ищет. Алена Подласова, Владимир Боровков, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК.